МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня будем обсуждать ночь в музее. Такую долгожданную, но наконец-то она так и состоится. 20 июня в Одесском литературном музее. Сегодня будем узнавать подробности у Елены Каракиной, ученой-секретаря Одесского литературного музея, и Евгения Кострицкого, ряда международных конкурсов и концертмейстера Национального одесского филомонического оркестра. Здравствуйте! Здравствуйте! Рада видеть вас у себя в студии. И я в предвкушении интересного рассказа о такой чарующей, удивительной всегда ночи в литературном музее. Какая она будет? Она будет яркой, великолепной, выдающейся, на зависть всем. Кто может знать, какая она будет? Никогда... Вы знаете, артисты, хотя музейщики не артисты, но что-то общее есть. Артисты никогда не загадывают на будущее. Они чрезвычайно суеверны. Они никогда не хвалят наперед. И, может быть, правильно делают, потому что иди, знаю, как оно получится. Это, в общем-то, импровизация, хотя, конечно, хорошо подготовленная. У нас составлена программа. И в этой программе много разных, как бы сказать, кунштюков, да? Много разных выходов, много разных аттракционов. Но, пожалуй, самое важное, я так думаю, это музыка. И музыка, которая будет звучать вот столько, как от восьми вечера до последнего посетителя. До тех пор, пока не надоест. И у нас будут представлены самые разные музыкальные жанры. Легкие, конечно. Конечно, легкие, потому что эта ночь, она создана для веселья. Но тоже не хочется загадывать, не хочется никого набежать, не хочется давать авансов. Но рядом со мной сидит блестящий музыкант Евгений Кострицкий, который и будет разжигать, который и будет открывать эту музейную ночь. И я думаю, что... Опять аванс, да. Та нота, которую он возьмет, она и будет звучать все оставшееся время при свете звезд до последнего посетителя. Вообще-то в городе отменили, как и по всей Украине, ночью в музее. Но почему литературный музей вернулся как раз к этой идее? Дело в том, что ночь музеев, то, что происходило на Украине... Ночь музеев – это когда работают все музеи города. В Одессе их, слава богу, сегодня много. И между этими музеями курсируют автобусики. И музеи работают бесплатно. И работают они с ночи и до самого утра. Это действительно чудесный аттракцион. Скажем, в Берлине он проходит. Там есть куда поехать. На Водессе тоже есть куда поехать. Почему мы назвали это «Ночь музеев»? Ну, мы как бы... Это наш ответ Чемберлену. Мы такие все европейские. Хотя Ночь музеев, скажем, в прошлом году. Она в разных музеях проходила по-разному. Очень заканчивалась она. Они позже часа ночи, 12 часа ночи, никакие автобусы не курсировали. Но это такая смутная маленькая копия Ночи музеев. С одной стороны. С другой стороны, это очень привлекательно. И мы решили сохранить это название. Конечно, это не Ночь музеев. Это музейная ночь. Потому что это один единственный музей. По Украине это мероприятие не было прекращено. В Киеве оно проходило. А почему оно не проходило в Одессе, в общем, понятно, да, и не стоит на этом останавливаться. Мы хотим это устроить. Знаете, сделайте мне красиво. Если ты сам себе не сделаешь красиво, то никто красиво тебе не сделает. Если ты сам себя не развлечешь, никто тебя развлекать не будет. А литературный музей, я думаю, создан и призван для того, чтобы напоминать Одессе о том, что она Одесса. И чтобы в Одессе было интересно. Вот поэтому мы решили, мы готовили ее действительно заблаговременно и всерьез. К 18 мая не произошло. Но люди в конце концов заслуживают хоть какого-то праздника, а может быть просто хорошего праздника. Особенно если этот праздник связан с музеем и с именами Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Этот год, 2014, очень богат юбилеями. Это и 220-летие Одессы, и 120-летие Исаака Бабеля, и 125-летие Ахматова, и 200-летие Шевченко, само собой. Столетие Первой мировой войны, о чем мы не очень хотим вспоминать, потому что это не слишком радостный праздник. Но поскольку мы отмечаем все юбилеи, то между юбилеями мы решили еще напомнить об Ильфе и Петрове, может быть, как о самой веселой части одесской биографии, одесской литературы. Для того, чтобы добавить немножко веселья в нашу не всегда очень веселую жизнь. А как именно? Это будут рассказы у этих писателях? Что это будет? Как ночь будет приурочена к ним? Вот я вот так вот сходу выболтаю все музеиные тайны. Ну хотя бы немножко, ведь мы же должны хотя бы чуть-чуть представлять, что нас ожидает 20-го числа. Нас ожидает музыка, путешествия по городу, эх прокачу, путешествия, как музей с тайного хода, Кильфу и Петрову по тайным тропам. То есть так, как в музей обычно не ходят. Обычно центральный вход, вестибюль и так далее. А поскольку дворец князья Гагарина, где расположен литературный музей, располагает разными входами и располагает разными видами попадания в экспозицию, то мы выбрали самый интересный, самый неожиданный, самый загадочный. Если учесть, что наш дворец – это еще дворец с привидением, о котором писал Александр Михайлович Дерибас, то ночью, не днем, а ночью уже, когда стемнеет, идти туда с черного, с тайного хода чрезвычайно и любопытно, и идти для того, чтобы повстречаться с Эльфом и Петровым, с этими двумя замечательными, удивительными писателями и веселыми людьми. Причем, как Петров был человеком легким и улыбчивым, легко сходился с людьми, Эльф наоборот, он был закрытным. Ему свойственна была ирония и сарказм. Вот они нашли друг друга, и оказался вот такой замечательный тандем, творческий, удивительный, равных которому, пожалуй, в мире нет. Потому что пишут братья Ганкуры, или братья Гримм, или мужа-жена Анна, Серж Галлон, знаменитая Анжелика, литература другого рода. А вот так, чтобы два совершенно разных человека нашли друг друга и создавали шедевры, которые живут уже почти столетия, в 1928 году будет 100 лет со дня рождения 12 стульев, это редкость. И будет, как я уже говорила, у нас будут три вида музыки, скажем так. Трое представителей, не представителей, а ансамблей музыкальной Одессы. И это тоже правильно. Чего мы не успели сделать, я вам скажу. Дело в том, что Евгений Петров получил музыкальное образование, он был очень музыкальным человеком. В «12 стульях» и «Золотом теленке» полным-полно музыки, полным-полно музыкальных отсылок. От Матиша, который играет Антилопа, Матиш – прекрасный танец, до классики, которой тоже много, Петров в ней прекрасно разбирался. И вот поэтому у нас будет перемешан литературный жанр с жанром музыкальным. Если бы мы вообще выстроили музыкальную линию по «12 стульям» и «Золотому теленку», это было бы изумительно. Но это требует многих лет работы. Вот, Евгения, не даст соврать. Для того, чтобы сыграть все, что там, все, что в двух романах находится, это действительно много репетиций, это разные инструменты, это очень разные музыкальные жанры. Поэтому мы выбрали нечто более привычное, с одной стороны, привычное, а с другой стороны, мы знаем, что если Одесса нас может разочаровывать в других областях искусства и культуры, то в музыке она нас не разочаровывает никогда. Евгений, вы будете курировать музыкальную составляющую. Что же это будет? Да, во-первых, здравствуйте еще раз. Спасибо, вы замечательно подвели к музыке. Чтобы я просто не отсидел мебелью на этом интервью. Значит, во-первых, очень приятно, что с прошлого года у нас зародилось такое сотворчество с литературным музеем. Просто как уроженец города Киева, в котором очень много камерных залов, могу сказать, что Одессе колоссально повезло с золотым залом литературного музея, поскольку, с моей точки зрения, это является лучшим камерным залом в Одессе. И внешним атрибутом, и акустикой. В прошлом году мне посчастливилось открывать в качестве просто скрипача, солиста, ночь в музее в литературном. У меня было три таких коротких выступления с короткими, известными скрипичными миниатюрами в сопровождении фортепиана. Можно я скажу, что это было блистательно? И это действительно определило судьбу фестиваля. Спасибо. Мне очень сложно перед камерой скромность играть. Благодарю вас. Дело в том, что в марте месяца этого года мы с моими коллегами, артистами Национального детского руманического оркестра, в основном это были представители струнных групп, и мы провели концерт в марте месяце в литературном музее. В общем-то, концерт был приурочен к не совсем приятной дате, связанной с внутренней личной жизнью нашего оркестра. Мы вспоминали нашего коллегу. Но моим коллегам-музыкантам, в общем-то, очень понравилась эта идея выступления небольшого камерного коллектива в таком небольшом камерном формате, что возникла идея, во-первых, в литературный музей решил нас пригласить открыть ночь. Мы будем открывать небольшим получасовым выступлением, в котором будет музыка и, конечно же, скажем так, из классического репертуара, очень всем известного. И будут некоторые произведения, которые как-то тематически, тематически чуть-чуть как-то связаны, поскольку вот такой вот золотой нитью проходит личность, понятно, писателей Ильфа и Петровой, самый яркий образ Бендера, поэтому будут кое-какие такие ассоциации. Это связано с репертуарным выбором. И кроме этого, будем надеяться, что все будет наконец-то спокойно в стране. И с следующего сезона мы запустим такой цикл концертов камерной музыки, в которой будут звучать шедевры камерного творчества, поскольку на самом деле камерная музыка не так ярко представлена в Одессе, к сожалению, как хотелось бы, потому что, да, есть оперный театр, есть филармония, есть наш национальный детский филармонический оркестр. Вот, например, просто я немножко сравниваю с моим семилетним опытом жизни и учебы в Лондоне, в общем-то, в принципе, да, скажем так, с западным музыкальным классическим рынком. Там очень развито камерное музыцирование, то есть квартеты, разные ансамбли музыкантов, которые очень часто, многие музыканты работают в разных оркестрах, потом собираются и делают что-то вместе. Вот, к сожалению, хотелось бы немножко сакцентировать на этом музыкальную жизнь Одессы, и дай бог, что все будет хорошо, в следующий сезон мы будем стараться для одесситов делать регулярные вот такие подарки в виде концертов камерной музыки и в виде такого цикла, который мы будем проводить как в Литературном музее, так и в Кирхино Новосельского. Это будет в основном музыка барокко, то есть Вивальди, Вивальди Бах, в основном, наверное, Бах, потому что в следующем году, в 2015 году, дата связанная с датами жизни и смерти Иоганна Сибусяна Бах. Здорово, очень такая сложная поставлена задача, но надеемся, что справитесь, и все-таки одесситы будут прикасаться к прекрасной музыке все чаще и чаще. Мы будем стараться. Вернемся к ночи. Нашим зрителям хочу сейчас напомнить, что 20 июня в Одесском литературном музее будет ночь в музее, которая будет называться «Дышите глубже, вы взволнованы». Почему такое название? Так называется глава из 12 стульев, там, где идет открытие трамвая, и вот как раз, когда фотограф, не, а, приезжает съемочная группа, приезжает съемочная группа, и для того, чтобы потом в кинохронику вошло торжественное открытие трамвая, то режиссер командует «Дышите глубже, вы взволнованы». Покажите, да, что с вами происходит на самом деле. И действительно хотелось бы взволновать, хотелось бы рассмешить, может быть. Ну, у нас есть тексты под рукой, хорошие тексты, хороших авторов. Хотелось бы одесситам напомнить этих авторов. Ведь были времена, когда люди наизусть кусками соревновались, читая отрывки с 12 стульев из «Золотого теленка». А вот хотелось бы как-то вернуть это время, потому что если человек не может выразить свою мысль сам, то ему на помощь приходит хорошая литература. И недаром, скажем, стульчик на Дерибасовской испечрён цитатами. «Знойная женщина, мечта поэта» или «Не делайте из еды культа». «Вот дышите глубже, вы взволнованы» – это тоже одна из расхожих цитат из Ильфа и Петрова. К тому же так называется и сборник, который вышел уже много позднее, после того, как не стало этих писателей. И чувствуете, сколько иронии в этом. Но мы хотим взволновать публику на самом деле. Мы хотим, чтобы мы вот этим вечером, чтобы мы были вместе. Чтобы нас объединял город, музыка, литература. И чтобы, скажем, когда строился Одесский оперный театр, я очень люблю одесскую историю, то строители распевали арии из итальянских опер. Сегодня трудно представить себе. Очень трудно. Вот хотелось бы все-таки как-то немножко вернуть в Одессу тот уровень, который существовал когда-то. Собственно, литературный музей все время своего существования. А, кстати, эта ночь посвящена еще отчасти и 30-летию со дня открытия музея. В 84-м году музей был открыт. Основан-то в 77-м, но открыт в 84-м. То есть музей все 30 лет своей работой этим занимается. И каждый раз ищет какие-то новые формы работы. Каждый раз пытается достучаться до зрителей, до одесситов и гостей города. И даже трудно сказать, до кого мы в первую очередь хотим достучаться, до одесситов или до гостей города. Да, до всех. Потому что в литературном музее нету больше таких в мире. Когда музей только открылся, и когда мы только вот как кошка воду лапкой пробовали, да, мы думали, есть такие, нет таких, на что он похож. У музея оказались друзья, и много друзей. Оказались враги, оказались люди, которые категорически не принимали эту экспозицию, которые... Не принимали ту подачу, которая существует в музее. Ну, вот мы говорили, музей удивительный, музей необыкновенный. Сейчас мы знаем, что он уникален. Вот как уникальная Одесса была когда-то, в XIX веке, да. Вот так уникален, но есть свои маленькие повторы. Вот так уникален Одесский литературный музей. А мы стараемся эту уникальность поддерживать, сотрудничая с разными видами, вариантами культуры, культуры, которая существует в Одессе. То есть это и музыка, и живопись, и жанр, чуть не сказала, литературная декламация. Мы попробуем, попробуем это сделать. Насколько это удастся, будет видно, потому что это трудно. Это трудно сделать из музея театра. Но наш музей очень театрален. Мы попробуем. Вот как раз в ночь 20 июня немножко, немножко еще и театра, так сказать, от себя. Нахально чувствуем себя профессионалами. Кроме того, будет еще и розыгрыш лотереи? Да. Это что такое? Лотерея? Это когда покупают билетики. Ох, ироничная натура. И получают маленькие, но приятные призы. Мы бы, конечно, с удовольствием подарили бы, ну, нет, нет, ни Мерседеса, ни Лексус, ну, хотя бы собрание сочинений Брагауза и Фронена, или, скажем, Столетие Одессы. Столетие Одессы, между прочим, сегодня стоит от 2 до 4 тысяч долларов. Но мы не можем сделать такой подарок. Даже подарки будут, не подарки, а призы, они будут гораздо менее ценными в монетарном выражении. Ну, ценными, как память, наверное, и как выигрыш. Знаете, ведь выигрыш в лотерею – это не просто, ну, не знаю, там, нечто ценное. Это же еще благосклонность судьбы. Это еще как лотерейный билет, который ты купил на будущее. Если ты выиграл, у тебя есть шанс выиграть и в дальнейшем. И программа, в принципе, будет очень насыщенная. Вот она у меня есть на руках. Приоткрою. К сожалению, остается немножко времени. Будет еще и шахматный турнир. Будет. И выставка живописи Сергея Лучишина «Яблоко или ключ от квартиры» тоже остается по плану. Их даже мастер-класс под чат-чат-чат. То есть на самом деле невероятно насыщенная ночь, до которой вы сейчас планируете продлить мероприятие. До последнего посетителя. До последнего танцующего. Мне кажется, что такими темпами мероприятие может затянуться на несколько дней. Я думаю, что Литературный музей будет счастлив видеть у себя одесситов. Не только, не только одну ночь, один вечер, но просто каждый день. Не считая понедельника. Потому что понедельник – выходной. А вам еще раз спешу напомнить, что Литературный музей находится по адресу город Одессы, улица Лонжероновская, 2. Если вы хотите тоже присоединиться к замечательному празднику «Ночи в музее», то звоните по телефону 722-3370 и заказывайте билетики. И еще раз напоминаю, что «Ночь в музее» состоится 20 июня. И дышите глубже, вы взволнованы, мудренно называться, насыщены невероятным количеством самых интересных событий, за что вам огромное спасибо. Спасибо. Сегодня в гостях у «Полезности» была Елена Каракина и Евгений Кострицкий. Спасибо большое, что нашли время, пришли, так много интересного рассказали. Надеюсь, что после «Ночи в музее» придем и подведем итоги. Вы смотрели программу «Полезности» на седьмом канале. Меня зовут Татьяна Шликсенко. И помните, что девиз моей программы – это полезно знать, это полезно слышать и этим полезно интересоваться. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok